В общественной палате Карачаево-Черкесии обсудили вопросы взаимодействия военных комиссариатов с гражданским обществом в период частичной мобилизации. В работе круглого стола приняли участие представители военного комиссариата и видные общественники республики. Подробности расскажет Мураджан Кёзов. Всё внимание присутствующих было обращено к представителю военного комиссариата республики, потому что 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. Согласно указу президента, призыву подлежат граждане, которые состоят в запасе, и прежде всего те, кто проходил военную службу. Призыву на военную службу по мобилизации подлежат граждане, пребывающие в запасе, не имеющие права на отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации. Точка. Я теперь разбираю вот это предложение по фразам. Призыву на военную службу по мобилизации подлежат граждане, пребывающие в запасе. Граждане Российской Федерации пребывают в запасе в возрасте до 50 лет. Мобилизованные получают специальный статус и все установленные выплаты. По решению главы Карачаева Черкесии в республике работает штаб по частичной мобилизации и оказанию помощи семьям мобилизованных. Также создана комиссия для консолидации усилий правительства республики и общественных организаций по решению возникающих вопросов в связи с мобилизацией. Задача была выполнена в срок, в полном объеме. Говорить о том, что Карачаево-Черкесская республика окончательно и победоносно выполнила все свои установленные задания, я не могу. Потому что эта задача будет выполнена только тогда, когда мы и наши граждане узнают о том, что вышел указ президента об отмене частичной мобилизации в Российской Федерации. Собравшиеся подняли интересующие всех жителей республики вопросы, связанные с мобилизацией. Например, об обеспечении мобилизованных обмундированием. Я вам докладываю, что граждане, призванные по мобилизации, были обеспечены за счет средств Министерства обороны комплектами летнего и зимнего обмундирования, начиная от носок, котелков, полотенца и заканчивая форму одежды, как на мне, только летняя и еще и зимняя, еще и нательное мелье. Шапка, берцы, все, что положено одеть военнослужащему, чтобы встать в строй. Война – дело всенародное. И здесь мериться никто не собирается. И поверьте, военному комиссару просто некогда. Сейчас смотри, кто там из богатой, благополучной семьи. Есть буква закона, 18-я статья 31-го федерального закона. Там четко написано, кто не подлежит. Черный по белому. Там статей-то под пунктов-то немного, на самом деле, кто не подлежит. И еще несколько статей потом добавились указом президента. Все. Подводя итоги заседания, председатель общественной палаты Елена Лешова подчеркнула, что в это непростое время сплоченность нашего общества является надежным фундаментом благополучия и процветания наших народов. И все вопросы, связанные с мобилизацией, можно обсудить, позвонив по телефону горячей линии 122. Муратин Юзов, Мухаммед Ошибоков, Вести Корочаева, Черкесия.